4 ноября в России вспоминают Икону Казанской Божьей Матери Образ в народе очень почитают И с ним связаны как церковные традиции Так и традиции в искусстве День Казанской Иконы Божьей Матери Отмечают дважды летом и осенью Казанскую икону считают чудотворной Почитать образ начали с 1579 года Такая особенная символическая наполненность И значимость была определена Наверное самим местом обретения Извода Казанской Иконы Божьей Матери Дело в том, что прошел пожар большой в Казани В новопостроенном городе И в этот момент татары, живущие на этой территории Они просто посмеялись над русскими Сказав, что, наверное, ваш христианский Бог Вам не очень-то и помогает И вот как заступница перед язычниками Как покровительница христиан на языческой земле Богородица и явилась в этот момент Для того, чтобы явно и вещественно доказать, что ее молитвенная помощь никогда не оскудевает С тех пор это особое покровительство именно воинам, которые сражаются за веру христианскую Икона сопровождала русские войска во время польской интервенции Петра I во время борьбы со шведами А в 1941 году самолет с этой иконой облетел Москву, когда началась Великая Отечественная война Впоследствии появилось очень много списков Причем уже вскоре после того, как она была обретена Не было понятно стопроцентно, где подлинник, где списки Очень много самых разных версий на этот счет бытует И в конце концов появилось много списков Которые тоже, в свою очередь, стали признаваться чудодейственными И, в общем, эта икона стала весьма-весьма популярной У всех списков иконы Казанской Божьей Матери есть определенные отличительные черты Это, как правило, оплечное или погрудное изображение Богородицы То есть мы не видим ее путеводительного жеста к младенцу А в остальном она, в принципе, очень похожа на Адигитрию Единственное, что лики младенца и Богородицы сближаются друг с другом То есть акцентируется связь между матерью и младенцем И вот это, с одной стороны, акцентирование связи между двумя ликами С другой стороны, это акцентирование связи с самим предстоящим предыконой Потому что укропнение лика – это значит укропнение глаз Лик Казанской Богородицы сейчас есть в каждом храме в Рязани Именем иконы назван монастырь В нашем музее есть несколько икон Это иконы, которые раньше бытовали в храмах В рязанских, не казанских Ну, поскольку, значит, популярны, то были и в других храмах А если говорить о казанских храмах То здесь, известно, в Переславле-Рязанском Еще в XVI веке был у нас монастырь Девичий Явленский, как он назывался То есть он был посвящен явлению казанской Божьей Матери То есть, видимо, вот где-то вскоре после этого чудодейственного обретения в Казани Он и появился Сначала здесь существовал монастырь на территории Кремля А затем, в конце XVIII века, был переведен на современную улицу Фурманова Кроме того, что казанская Божья Матерь сопровождает русское воинство С момента ее обретения Ей принято молиться об исцелении от болезней О заступничестве, о семье и счастье в личной жизни Казанской иконой по традиции благословляют новобрачных В последний день октября в выставочном зале художественного музея Открылась ежегодная отчетная выставка «Союза художников» С лаконичным названием «Осень» Почти 200 работ от сотни авторов И все на осеннюю тему Традиционная экспозиция знакомит с различными видами искусства В которых работают художники региона Живопись, графика, скульптура, народное искусство А также декоративно-прикладное искусство В экспозиции как работы признанных мастеров, так и молодых авторов Есть уже заученные какие-то вещи у нас в голове А есть практически пришедшие авторы Их было много Последние годы это много И было интересно, интересно смотреть новых авторов Новые решения, новые работы Осень – время вдохновения, потому и работ много В основном пейзажи, узнаваемые места, но в интерпретации художественных взглядов мастеров Осенние натюрморты тоже наделены особой красотой Красотой увядания На выставке планируется провести ряд мероприятий Знакомящих рязанцев и гостей города С творчеством региональной организации «Союза художников» Это встречи с художниками, мастер-классы, лекции, квесты и экскурсии И даже в этот огромный зал не вошли все экспонаты, которые художники региона заявили к участию в выставке Поэтому в планах выпустить целый каталог осень-2023 В октябре состоялась премьера спектакля «Три сестры» Жанр которого сам режиссер Борис Лагода определил как ДНК пустоты Трехчасовой спектакль с двумя антрактами на сцене театра драмы Встречайте! Драматургия Чехова – это грань, с которой начинается совершенно новая страница театра Так определили современники необычные творческие принципы драматурга Раскрывать характер и судьбу героев в отношениях к социальной среде и миру И сегодня эти положения вызывают неугасающий интерес у режиссеров, актеров, зрителей «Три сестры» – пьеса, написанная в самом начале 20 века Уже более 120 лет нисходит со сцены И режиссеры фокусируют внимание на самых разных обстоятельствах российской жизни Оставляя базой все тот же классический текст Чехова Я готовился к нему 7 месяцев Не считая того, что Чехова мы, естественно, и в школе изучали И потом в театральном институте Эту пьесу я ненавидел, поскольку я ее сильно ненавидел Поскольку для молодых людей свойственно, так сказать, все-таки некий экшн-действие А это была самая муторная, так сказать, для постановки этюдов и так далее работа И поскольку я ее сильно ненавидел, поэтому я так же сильно мечтал ее поставить Все, мечта сбылась Жанр спектакля, определенный режиссером, как ДНК, пустоты Раскрывают жизнь трех сестер в опустошенном судьбой, роком, социумом пространстве Там, где все надежды и цели, мечты и желания теряют свою силу И лишают опоры сам смысл их существования У нас очень талантливая труппа, это без дураков У нас очень талантливая труппа, и при том, что все артисты очень ярко выражены индивидуально Они потрясающе умеют работать в ансамбле, что является самым главным для любого спектакля Тем более для Чехова, и поскольку задача всей постановочной группы стояла актерского состава Сделать этот спектакль, который написан Чеховым, это единственная пьеса, написанная Чеховым, скажем так, в жанре романа Она лишена и выраженного конфликта Здесь конфликт между персонажами и окружающей средой То есть их действительностью, их бытом И нам надо было сделать ее понятной, доступной, прежде всего для студентов, для школьников старших классов Чтобы для них была нескучная классика, как я говорю Это очень важно, потому что литературу она воспитывает, и театр воспитывает Эту функцию от нас никто не отнимал И благодаря таланту наших артистов, таланту моих коллег постановочной группы Я думаю, что нам удалось сделать так, что ни один персонаж, даже самый маленький, скажем, Ферапонт, Лебонянька Он не выпадает из общего ансамбля И он запоминается в этом спектакле, собственно, нету проходных ролей Приуроченная к спектаклю в холле театра расположилась экспозиция фотографии на тему ДНК пустоты В этой атмосфере зрителям придется поразмышлять о том, что же это такое пустота Меня позвали поучаствовать, именно раскрывая тему пустоты, как продолжение спектакля И, соответственно, своей работой, которую я представила, это то, как лично я вижу пустоту в моем понимании И опять пустота такая тема достаточно интересная Она заставила немножко задуматься, потому что нет как таковой пустоты Она все равно всегда чем-то заполнена Или то, чем мы заполняем Вот такая немножечко возможность поразмышлять каждому на эту тему Потому что все работы разные Во-первых, мои разные, и тут другие авторы И они все разные, и они не пустые То есть ни на одной фотографии нету пустоты по факту А сама вот эта пустота, где она, снаружи, внутри человека, или она его окружает На мой взгляд, это как раз повод задуматься Спектакль состоит из трех действий 40, 50 минут и час 20 С двумя антрактами Узнаваемый авторский почерк Бориса Лагоды Интересная сценография, классика русской литературы Актуальная вечно Премьера прогремела, но в этом сезоне вы еще можете попасть на трех сестер ДНК пустоты МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА